Аминь. Аминь. А для чего он из Савла переименован Павлом? Для того, чтобы ему и в этом не быть меньше верховного из апостолов, названного Кифой, что значит камень, Петр. Евангелие Теана 1.42. Или сыновей Зеведея, нареченных воанергез, то есть сыновьями Грома. Евангелие от Марка 3.17. Раб. Рабство имеет многие виды. Есть рабство по сотворению, о котором говорится в Солом 118.91 стих. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Есть также рабство через веру, о котором сказано. Стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римлянам 6.17. Наконец, есть рабство по образу жизни. В этом отношении назван рабом Божий Моисей. Иисус Новин 1.2 стих. Павел раб во всех этих видах. Иисуса Христа предлагает имена Господни от воплощения, восходя снизу вверх. Ибо имена Иисус и Христос, то есть помазаны, суть имена после воплощения. Помазан же отнюдь не елеем, но Духом Святым, который, конечно, без цене елея. А что помазание бывает и без елея? Послушай. Не прикасайтесь к помазанным моим. Псалом 104.15. Каково изречение подобно надобно относить к бывшим до закона, когда не было даже имени помазания посредством елея? Призванный. Слово это означает смиренно мудрее. Ибо им показывает апостол, что он не сам искал и нашел, но был призван. Апостол. Это слово употребил апостол в отличие от прочих званых. Ибо все верные призваны, но они призваны для того только, чтобы уверовать. А мне, говорит, вручено еще апостольство, которое верено было и Христу, когда он посылался отцом. И избран благовестие Божие. То есть выбран к служению и благовестие. Иначе избран вместо предопределен к этому. Как и к Еремии говорит Бог. Прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. И Еремия 1 глава 5 стих. И сам Павел говорит в одном месте. Когда благоволил Бог, избравший меня от утробы матери моей. Галатам 1 глава 15 стих. Далее. Не напрасно, говорит он, призванный и избран в благовестие. Так как слово у него было к тщеславным, то и внушает, что он достоин веры. Как посланный свыше. Самое же благовестие называют так не по совершившимся только, но и по будущим благам. А именем благовестия тотчас утешает слушателя. Ибо благовестие содержит не печальное что-нибудь, каковы предречения пророков, но сокровища несчетных благ. А благовестие это есть благовестие Бога, то есть Отца, и потому что даровано им, и потому что делает его известным. Ибо хотя он известен был и в Ветхом Завете, однако одним иудеям, но и им неизвестен он был как Отец. Впоследствии же через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Комментарий Игнатия Лапкина. Сегодня священники называют свое богослужение божественной службой, божественной литургией. А блаженный Феофилак называет божественным благовестием. И он не сам относит этот эпитет к проповеди, но так говорят и Писания, и святые отцы, и соборы. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Люди установили особый порядок, ритуал, через который привлекают людей в храмы к себе. Но не через требы, не через богослужения, самые пышные, самые торжественные, люди не могут уверовать сознательного Христа. Бог установил определенный порядок обращения. Сеяние семени, то есть проповедь Слова Божия. Затем, полив дождем, слезами раскаяния и получения дара Духа Святого, благословляющего на труд. Благовестие это есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Тысячелетие христианства на Руси. И когда сегодня говоришь о значении проповеди, о том значении, которое ей дал сам Бог, Создатель Вселенной, то абсолютное большинство священнослужителей и не слышали об этом, и не знают этого, и противятся этому. Почему? Причина в том, что они сами никогда не были обращены через благовестие. Они мертвые. Они не знают пути Божии, а знают обряд. Они профессиональные служители религии без Духа Огня. Дух Святой, коснувшись сердца у веровшего человека, вызывает у него торжественное благоухание этих слов, сказанных Блаженным Феофилактом. Благовестие – это и есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Кто не знает этого, кто противится этому, тот никакого отношения не имеет к православию, ибо он противится самой сути православия, выраженной болгарским архиепископом в этих торжественных и призванных словах. Благовестие – это и есть благовестие Бога. Через благовестие он вместе с Сыном открылся всей Вселенной. Римлянам, 1 глава, 2 стих. Которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях. Толкование Блаженного Феофилакта. Так как проповедь тупо носили, как нововведение, то показывает, что она древнее язычества и прежде описано было у пророков. Даже слово «благовестие» находится у Давида, который говорит «Господь даст слово про возвестниц великое множество». Псалом 67, стих 12. И у Исаии, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир. Исаия, 52 глава, 7 стих. В Святых Писаниях пророки не только говорили, но и писали, и изображали действиями, например, Авраам посредством Исаака, Моисей посредством змия, воздеяние рук и заклание Агнеса. Ибо когда Бог имел уготовить нечто великое, то предвозвещает о том задолго прежде. «Посему, когда Он говорит, что многие пророки желали видеть, что вы видите, и не видели» Евангелие от Матфея, 13 глава, 17 стих. «То выражается им, что они не видели самой плоти Его, а потому не видели и знамений, совершающихся перед их глазами». Римлянам, 1 глава, 3 стих. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, здесь явно показывает два рождения, ибо через слова о сыне своем, то есть Божьем, указывает на рождение горнее, а через выражение от семени Давидова на рождение дольнее. «Присовокупляет же по плоти, показал, что и рождение по духу принадлежит Ему. Посему благовестие есть не о простом человеке, ибо оно о сыне Божьем, и не о простом Боге, ибо оно о рожденном от семени Давидова по плоти. Так что один и тот же есть то и другое. То есть и сын Божий, и сын Давида. Посему да устредиться на конец не историй». «Упоминает же и апостол о рождении Его по плоти, как и три евангелиста, чтобы от него возвести слушателей к высшему рождению. Так и сам Господь сначала виден был человеком, а потом признан Богом». Римлянам, 1 глава, 4 стих. «И открылся Сына Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Толкование. «Выше сказал о сыне своем, а теперь доказывает, как он познан сыном Божиим, и говорит, что он наречен, то есть показан, утвержден, признан. Ибо на речении есть самое признание, приговор и решение. Ибо все признали и решили, что он Сын Божий. Как так? В силе, то есть через силу знамений, которые он творил. Притом по духу святыни, через который осветил верующих, ибо даровать это свойственно Богу. Также через воскресение из мертвых, ибо он первый, и притом он один. Сам воскресил себя. «Итак, он узнан и открылся Сыном Божиим через воскресение, ибо и это великое дело. Как и сам он говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Евангелие Теана, 8 глава, 28 стих. Римлянам, 1 глава, 5 стих. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Толкование. «Заметь признательность. Ничего говорит нет нашего, но все получено нами через Сына. Я получил апостольство и благодать через Духа. Он, говорит Господь, наставит вас». Евангелие Теана, 16 глава, 13 стих. «И Дух говорит, отделите мне Павла и Варнаву». Деяние, 13 глава, 2 стих. «И дается Духом слово мудрости». 1 Коринфянам, 12 глава, 8 стих. Что это значит? То, что принадлежащее Духу принадлежит Сыну, и наоборот. Благодать, говорит, и апостольство получили. То есть не по заслугам своим стали мы апостолами, но от благодати свыше. Но и убеждение есть дело благодати, ибо делом апостолов было ходить и проповедовать. А убеждать слушающих всецело принадлежит Богу. Покорять вере. Мы, посланы, говорит, не для словопрения и не для исследования или доказательства, но покорять вере, чтобы получаемые слушали, вбиверые, без всякого противоречия. Благодать получили покорять вере все народы. Мы, не я один, но и прочие апостолы. Ибо Павел не обошел всех народов. Разве скажет кто-нибудь, что если не при жизни, то по смерти он ходит ко всем народам через послание? А веровали бы, слыша о имени Христа, а не о сущности Его? Ибо чудеса творило имя Христова, и оно само требует веры, потому что и его нельзя постигнуть разумом. Смотри, каков дар благовествования. Оно сообщено не одному народу, как Ветхий Завет, но всем народам. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда человек ничего не знает о духовном, то с ним легче разговаривать, чем с «знающим». «Язычники принимали благовестие от апостола Павла без всякого прикословия, а иудеи спорили и доказывали, защищая старую веру». Римлянам 1 глава 6 стих. «Между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Толкование. «Здесь сокрушает высокомерие римлян. Вы не больше получили, чем прочие народы, над которыми вы почитаете себя владыками. Почему, как проповедуем прочим народам, так и вам? Не тщеславьтесь же, иначе и вы, призванные благодатью, предупреждены. Они сами пришли». Римлянам 1 глава 7 стих. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Толкование. «Не просто всем находящимся в Риме, но возлюбленным Божиим». Откуда же видно, что они возлюбленные? Из освящения. А святыми называют всех верующих. Прибавил же призванным, укореняя в памяти римлян благодеяние Божие и показывая, что хотя бы между ними находились и консулы, и префекты, но Бог всех призвал тем же самым призванием, какими и простолюдинов, одинаково возлюбив и освятив вас. Итак, поскольку вы одинаково и возлюблены, и призваны, и освящены, то не превозноситесь над незнатными. Благодать вам и мир. И Господь заповедал апостолам, чтобы, когда входят в домы, это слово произносили первое. Брань, прекращенная Христом, которую породил для всех нас грех против Бога, была нелегкая. А мир тот приобретен не нашими трудами, но благодатью Божьей. Итак, первая благодать, потом мир. Апостол молит о непрерывном и ненарушимом пребывании обоих этих благ. Дабы опять, если впадем в грех, и не возгорелась новая брань. От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. О, как всесильно благодать, происшедшая любви Божией. Враги и бесславные мы стали иметь Отцом самого Бога. Итак, от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа добудут у вас непоколебимыми благодать и мир. Они даровали их, могут и сохранить их. Римлянам, 1 глава, 8 стих. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Толкование. Вступление приличной душе Павла. Он и нас научает благодарить Бога. И не только за собственное благо, но и за благо ближних. Ибо в этом состоит любовь. Благодарить же не за земное и гибнущее, но за то, что римляне уверовали. А словами Бога моего показывает тогдашнее расположение духа своего, присвояя общего Бога себе, как поступают и пророки. И даже сам Бог называет себя Богом Аврамовым, Исааковым и Иаковлевым, чтобы показать свою любовь к ним. Благодать, говорит, надобна Иисусом Христом, ибо Он есть ходатай благодарения для нас, ко Отцу. Не только благодарить, научающий вас, но и приносящий наше благодарение к Отцу. За что же благодарить? За то, что вера римлян возвещается во всем мире. О двух предметах свидетельствует пред ними. И о том, что они уверовали, и о том, что уверовали с полной уверенностью. Так что вера их возвещается во всем мире. А через них получает себе пользу все, горя соревнованиям и подражаниям царственному городу. И Петр проповедовал в Риме. Но Павел, почитая труды его едиными со своими, благодарит за веру, наученных Петром. Так свободен он от зависти. Римлянам 1 глава 9-10 стихи. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». Толкование. Так как Павел еще не видался с римлянами, между тем хотел сказать, что всегда воспоминает о них, то и призывает вас свидетелей того, кто знает сердца. Заметь благоутробие апостола. Он всегда вспоминает о людях, которых даже и не видал. Где же воспоминает? В молитвах и притом непрестанно. «Служу Богу, то есть рабствую духом моим, то есть не плотским служением, но духовным. Ибо служение языческое есть плотское и ложное, а иудейское, хотя и не ложное, но также плотское. Служение же христианское есть истинное и духовное. О чем и Господь говорит Самарянке. «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие Таана, 4 глава, 23 стих. Так как много есть родов служения Богу, ибо один служит и работает Богу тем, что благоустрояет только свои дела, другой тем, что заботится о странниках и снабжает вдовиц, как поступали служители Стефана, а иной тем, что проходит служение Слова, то апостол говорит «Бог, которому служу духом моим в благовествовании сына его». Выше он приписал благовестие Отцу. Но это не странно, ибо отцово принадлежит сыну и сыновнее Отцу. Говорит это, доказывая, что эти заботы необходимы для него, потому что кому поручено служение благовествования, тому необходимо заботиться обо всех, принявших Слово. Теперь прибавляет, почему вспоминает о них. Прийти, говорит, к вам. Обрати внимание, как не любил он их, как сильно не желал видеть их, однако не хотел видеться с ними против воли Божией. Но мы или никого не любим, или если любим кого когда-нибудь, то делаем это против воли Божией. Что Павел непрестанно молился о том, чтобы видеть их, это происходило от сильной любви его к нам. А что он покорился мгновению Божиим, это было знаком его великого благочестия. Не будем скорбеть и мы, если когда-либо не получим просимого в молитвах. Мы не лучше Павла, который трижды просил Господа об избавлении от жала в плоти и не получил желаемого. 2 Коринфянам 12 глава 7-9 стихи. Ибо это было полезно для него. Римлянам 1 глава 11 стих. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему толкованию. Другие, говорит, предпринимают дальние путешествия для иных целей, а я для того, чтобы преподать вам некое дарование. Некое, говорит, по скромности. Ибо не сказал, иду научить вас, но передать то, что я получил. И при том малое и соразмерное с моими силами. Дарование, то есть все, что возвещают учители, на пользу слушающим. Ибо хотя учительство и доброе дело, однако и добрые дела – наша суть дарования, потому что и для них нужна помощь свыше. Скрытным образом дал разуметь, что римлян надлежит во многом исправить. Поскольку же и это сказано очень сильно, и мы римляне могли сказать, что ты говоришь, выжили мы колеблемся, кружимся и имеем нужду в тебе, чтобы стать твердо, то присовокупляет, то есть утешится с вами. Смысл такой – вы терпите много притеснений. Почему мне желательно стало видеться с вами, чтобы сколько-нибудь утешить вас, или лучше сказать, чтобы и самому принять утешение? Этого требует общая польза. Ибо тогдашние верующие, проводившие жизнь как бы в плену, имели нужду в прибытии друг к другу, и тем весьма утешали друг друга. Значит, и Павел нуждался в их содействии. Немало, ибо он столб церкви. Напротив, дабы не выразиться резко, и, как сказали мы, не огорчить их, выразился он, что сам имеет нужду в утешении их. Если же кто скажет, что в этом случае утешало и веселило апостолов приращение веры в римлянах, то и такая речь будет хороша. Она видна и из слова апостола. Верою общую, вашею и моею. В таком случае мысль будет следующая. И я, видя веру вашу, утешусь и возрадуюсь, и вы получите твердость от моей веры, получив утешение относительно того, в чем, может быть, колеблятесь по малодушию. Но от этого он не говорит явно, а, как сказано, искусно подразумевает это. Комментарий Игнатия Лапкина. При приеме в семинарию испытывает дарование в пении, в знании молитв. Во времена апостолов была другая шкала в определении ценности христианина. Преподать вам некое дарование. Дарование, то есть все, что возвещает учители на пользу слушающим. Римлянам, первая глава, 12-13 стихи. То есть утешится с вами верою общую, вашую и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод, и у вас, как и у прочих народов. Толкование. Выше сказал, что молился, чтобы прийти к ним. А некоторые, вероятно, думали, если ты молишься и желаешь подать утешение и получить оное, то что препятствует тебе прийти? Этого присовокупил. Встречал препятствия от Бога. Обрати внимание, что апостол не любопытствует, почему он встречал препятствия, но повинуется повелениям владыки, научая и нас не любопытствовать о делах Божиих. Итак, он не доказывает... Доказывает. Итак, он доказывает, что не пришел к ним. Не по нерадению или презрению. Я, говорит, так сильно люблю вас, что хотя встречал препятствия, однако никак не оставил своего намерения. Напротив, постоянно домогался прийти к вам. Потому что весьма люблю вас. Так как Рим был славный город, в который стеклись все, как в город, богатый диковинами и великолепный, то, дабы не подумал, кто что Павел весьма желал видеть римлян, по этой же причине, говорит, я для того весьма желал прийти, чтобы иметь некий плод. Вместе с этим уничтожает и другое подозрение. Ибо иной мог бы сказать, ты потому встречал препятствия, что хотел прийти вопреки воле Божией. Не сказал наставить в вере, научить, но выражается скромно, чтобы иметь некий плод, как и выше, преподать вам некое дарование. В то же время ограничивает и их, говоря, как и у прочих народов. Не подумайте, говорит, что вы лучше прочих народов, потому что владычествуйте. Все вы стоите в одном строе. Римлянам 1 глава 14-15 стихи. Я должен и эллином, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Толкование. И это есть дело скромности. Я, говорит, не милость какую оказываю, но исполняя повеление владыки. И вы должны благодарить Бога, ибо Он благодетельствует, а я должен. То же самое сказал и Коринфянам. Горе мне, если не благовествую. 1 Коринфянам 9-16. Поэтому я готов и вам проповедовать, хотя бы перед глазами были опасности. Такова была ревность его о Христе. Римлянам 1 глава 16-й стих. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. Толкование. Римляне слишком привержены были к мирской славе. А Павел должен был проповедовать Иисуса, претерпевшего всякое бесславие. И римлянам, естественно, можно было стыдиться, что таков спаситель. Поэтому, говорит, не стыжусь, научая, между прочим, и их не стыдиться. Потому что и он не только не стыдился распятого, но и хвалился и величался им. Кроме того, поскольку они добивались мудростью, то я, говорит, иду проповедовать крест и не стыжусь того, ибо он есть сила Божия ко спасению. Есть сила Божия и в наказании. Так Бог наказал силу Свою египтянам, наказав их. Есть также сила в погибели, как сказано, бойтесь того, кто может погубить в гиене. Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Итак, что я, Павел, проповедую, то содержит не наказание, не погибель, но спасение. Кому? Всякому верующему. Ибо благовестие служит во спасение не просто всем, но приемлющим оное. Во-первых, Иудею, потом Елену. Здесь слово, во-первых, означает первенство в порядке, а не преимущество в благодати. Ибо Иудеи не должно предпочитать потому, будто он больше получает оправдания. Он только удостоился получить оное прежде. Почему словом, во-первых, выражается только первенство в порядке речи. Римлянам, 1 глава, 17 стих. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верой жив будет. Толкование. Сказав, что благовестие есть во спасение, объясняет, как оно есть во спасение. Нас, говорит, спасает правда Божия, а не наша. Ибо какую можем иметь правду мы, проклятые в делах и растленные. Но Бог оправдал нас не от дел, но от веры, которая должна возрастать в большую и большую веру. Ибо недостаточно того, чтобы сначала уверовать. Но мы должны восходить от первоначальной веры в веру совершеннейшую, то есть в состояние непоколебимое и твердое. Как и апостолы сказали Господу. Множь в нас веру. Евангелие от Луки, 17 глава, 5 стих. А сказанное, то есть, что мы оправданы, правдой Божией, подтверждает словами из пророчества Аввакума. Праведный же веру и жив будет. Так как дарованная нам Богом превосходит все мысли человеческие, то по справедливости нужна для нас вера. Ибо если бы мы начали выведывать дела Божии, то потеряли бы все. Все. Номер 16. Видишь, как у нас делает.